Дело было вблизи самого опасного острова. На нем жило очень много злобных кланов. В одно время я пытался противостоять им в одиночку, и тут я повстречал таинственного незнакомца, с которым у нас были схожие планы. Это была действительно сложная и эпичная история, которая, я уверен, вам понравится так же сильно, как понравилась моему другу. Меня все доконали, мне не давали фармить, меня все убивали, и все искали тебя, все тебя ненавидят. Вы попали на ролик под названием «История крепкой дружбы». Ну а если ты не ненавидишь папу Чиза, а любишь, то подписывайся на канал, ведь до мечты осталось 40 тысяч. А на миллион подписчиков, как вы знаете, я разыграю топовый компьютер. Если вы хотите участвовать, ставьте здесь лайк и переходите в группу ВК. И вообще, я был бы искренне счастлив, если бы этот ролик набрал 100 тысяч лайков. Розыгрыш уже стартанул прямо сейчас в моей группе ВК, переходи туда и участвуй. О, смотри, это курица. Не-е-е, это хавается. И встали эти два путника. И пошли за этой курицей, прямиком в KFC. Эй, Билли, ты слышал, что KFC проводит кибер-турнир KFC Games? KFC Games 2022 в августе и в сентябре проводит турнир по Dota 2 с множеством ценных призов. Принять участие в турнире вы можете со своей командой из пяти человек, либо вступить уже в сформированную команду. Либо в соло-соревнования один на один. Зарегистрируйся на KFC Games.ru и поборись за возможность проапгрейдить свой игровой сетап или выиграть денежный приз. Общий призовой фонд более миллиона рублей. Поторопись забрать свой приз, регистрация уже открыта. Участвуйте в турнире и получайте от игры не только удовольствие. Все ссылки в описании. Моё выживание началось с того, что я отстоял просто гигантскую очередь на свой любимый сервер Растурия Йоу Мейн. Первым делом я побежал осматривать карту и наткнулся на лук, который валялся возле Гастейшена. Очевидно, там была схватка не на жизнь, а на смерть. И с этим же луком я побежал в сторону супермаркета, ведь именно там я хотел отстроить свою первую кибитку. Я построюсь вот здесь и буду фигачить план. А также по пути туда на меня напали два челика, которые были не очень-то дружелюбны. И на старте я столкнулся с огромным количеством лучников, которые пытались меня убить. Да что за жесть, мужики! Блин, я вот думаю, что мне делать? Возле воды жить или пойти и возле лодпоста построиться и там рофлить? Выбрал я всё-таки жизнь возле воды. Я бегал по горе, искал камушки и встретил одного очень интересного фермера, который добывал дерево. Куда побежал? Дерево на землю! Дерево на землю! На, я положу. Ладно. А ты что, один играешь, что ли? Тебе не страшно одному играть? Оказалось, что этот паренёк был действительно соло-путник. И что он делал на этом сервере? Я не имею представления, ведь этот сервер самый жёсткий. Я понимал, что ему будет действительно сложно, поэтому добавил его в свою команду и решил помочь ему построить домик. На, на, это вот, я тут налутал немножко, вот, забежал. Давай жить возле супермаркета, возле воды. Как тебе идея? Вместе? Давай, хорошо, мне нравится. Мы с ним поформили немного дерева и принялись искать место, где же мы построим свой первый домик. А где ты предлагаешь построить дом? Ну, вообще, смотри, там есть маяк, в принципе, рыбачка, лаба и нефть. Там, я думаю, нормально жить. Постепенно будем маяк уточнуть. Ну, или здесь, около супермаркета, тоже место ничего. У тебя такая голова лысая. Можно погладить её? Стой, наклонись. Стой. Всё, я пыль смахнул, пойдём. Пошли. Добежав до пункта назначения, мы сразу отстроили нашу небольшую кибитку. Хочешь покушать? У меня вот, смотри. Вот такое есть. Вот такое есть. И вот это есть. Выбирай, что вкуснее. А после мы побежали на супермаркет, где было очень много фармил. Ахахаха! Ахахаха! Чего? Я его убил? А как тебя зовут? Как тебя лучше называть? Ну, называй просто Миша или... Как тебе удобно. Я могу тебе мешок называть? Ну, мешок типа Миша. Да, давай. Хахахаха! А после у нас наконец-то появились кодовые замки. И я дал пароли Мишке. Ну, или мешку, как вам удобнее. Под нашим домом постоянно кто-то добывал дерево. А мы были защитниками нашего леса. Дерево на землю, мистер фармер. Дерево на землю. Это мой лес. Хорошо. На, на. Ой. Мишаня, давай! Миша! Они с ним справиться не смогли, поэтому мне пришлось взять все в свои руки. Сюда! Ну и где-то через 5 минут над нами пролетел аэрдроп, на который мы с Мишаней решили сходить. Дроп забрал челли, который находился в вышке. А пушить его смысла не было, потому что у меня не было хп. Я принял решение оттуда отойти и немножко похилиться. Найс. Блин, дроп не получилось забрать, но зато я забрал двушки. Блин, пошли со мной, Саш, пошли со мной. Я там пока-то забрал дроп, я там очень много нафармил скраба, я там сдох и упал вниз как-то. Я не знаю, что надо меня отзылать. По пути туда мы снова увидели аэрдроп, который падал на аэрфилд. И мы на него пошли. Ведь у меня было ПНВ, а на улице была кромешная тьма. То есть шансы забрать его у нас были очень большие. ПНВ, а на улице была кромешная тьма. Ну то и вдруг. Ты СМГ забрал вторую? Нет, а там она была? Да, там у трупа вторая была, забери ее. Мишаня все-таки умудрился забрать СМГшку. Но на этом аэрдропе уже было пять человек, которые бежали в мою сторону. И он написал мне инфу в чате, чтобы я просто оттуда удирал. Таким нехитрым способом у нас появилось первое оружие. О, хорош. Так хорошо. Ты нашел, да, СМГ? Ну вот, не зря вернулся. А потом под нашим домом начался какой-то хаос. Под ним начали сидеть клановые игроки. Ай! Меня убили, не выходи из дома. Их трое. Миша, конечно, попытался. Нееет! Но у него ничего не получилось. И в этот момент я увидел некий дуркемперов. И решил во что бы то ни стало найти их домик. Я видел, что они побежали в сторону воды. Я побежал туда же и наткнулся на какую-то базу, которая, по всей видимости, только отстраивалась. На крыше этой базы стоял коптер, который можно было спокойно угнать. Но для этого мне нужна была лестница. И вот я бегал по карте и думал, где же мне взять эту лестницу. И случайным образом нашел дом этого паренька, который сидел у меня под дверью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так и честно домой а где твой шкаф где твой шкаф или домой ему весело шкаф был мой поэтому не долго думая я побежал фармить камни чтобы застроить у них выход сейчас мы им там сделаем ремонтик мне оставалось всего лишь на фармить немного дерева и в этот момент случилось то что действительно поменяло дальнейший вайп я встретил своего старого знакомого здравствуйте о нифига какие люди эльбио привет я житель твоей фермы помнишь я жил у вас фермы обворовывал чайные листья забирал вкусные сочные уже миллион вайпом сыграл и в этот момент я вспомнил как же мне с ними было весело чего только стоило их вкусная нежная картошечка которую я своровал в холодильнике этот ремонт который я делаю им совершенно бесплатно ребят я вам тут ремонт устроен и они тоже меня очень сильно любили ты прошел внутрь и битана я с тобой разговаривать ты идешь и эльбио поведал мне рассказ о том как не дают ему играть челики на острове ветер он тем играет на их 20 скажу они не дадут никому а чего ты взял что они будут спокойно играть давай объединим первых там 15 твой стой давай объединимся я чисто фармила а я тоже чисто фармила вот это как минус на минус будет плюс это знаешь как фармила плюс фармила равно жесткий нагиб ну ну давай ладно пошли пошли я я только начал пошли только начал пусть и пароль скажу такого я действительно не ожидал он привел меня в свой домик и даже дал пароли я был действительно в шоке ведь мы с ним были когда-то злейшими врагами и он без проблем решил впустить меня в свой дом я вот и посмотрел ты у меня в друзьях есть но я тут что-то не помню и скорее всего это было даже к лучшему что он не помнит кто я такой так началась история нашей крепкой дружбы но мы с тобой я чувствую сделаем тут грязь да только я планировал застроить тот домик который дипнул как вдруг увидел то что тут уже нет двери скорее всего прежние владельцы решили сменить свое место жительства у нас в доме не было верстака чтобы скрафтить лестницу поэтому мне пришлось плотно поискать фармил чего нафиг понятно почему ты так убегал а ты быстрее любила я скраб принес держи еще смотри что я принес у тебя наверно столько места нет под эти ресурсы то как понимаю чем заниматься то был и не фармил и да как я понял не я рыбак у меня видишь удочка есть не рыбку половить люблю я что или период нет я серьезно говорю могу на фарме там много скраб рыбу лови чистых засундаунули но какой нормальный человек на руссторе и мэйн будет рыбу ловить это фигня какая-то но он просто наверное не догадывался какой рыбе идет речь эльбил скрафтил мне лестницу и я решил залезть на крышу клоновым игрокам и угнать у них коптер я сидел и ждал когда же челик выйдет на крышу но он меня обхитрил и вышел снизу а когда я вернулся снова к их территории я увидел то что коптер у них больше не было по некой информации его взорвали другие челики не понял а где коптер наши соседи точно захотели бы нас зарейдить потому что мы жили совсем недалеко от них поэтому мы расширяли наш домик а после я и вовсе решил изучить предметы чтобы лутать лабораторию ведь как вы знаете лаба это топовая мета остальное же время мы пытались нафармить немного ресурсов но сделать это было практически невозможно нас постоянно поджимали клановые игроки хорошо территорию держит конечно они вон там наверху территорию держит ооо ты домой пришел короче смотри нужно патроны на smg скрафтить smg принес мы стояли в нашем уютном домике и никого не трогали как вдруг услышали целую орду челиков и в этот момент я уже подумал что нас пришли рейдить но оказалось все совсем намного проще какой-то клан прибежал рейдить клан на воде который живу недалеко от нас и сказать честно нам это было на руку их рейдят их рейдят их рейдят их рейдят их рейдят их рейдят дай патроны патроны на smg я отправился прямиком туда ведь там можно было что-нибудь и онкнуть вот это круговорот я понимаю злута в топ-сет скалашом я не знал как отсюда убегать ведь на меня бежало огромное количество бомжей так еще с другой стороны меня поджимали рейдере мне нужно было куда-то прятаться и уплыв я зашел с другой стороны и решил посмотреть как обстоят дела у них на территории и увидел там много челиков и не думаю что есть смысл их убивать вообще с ними стреляться надо сэйвить калаш и все фух он убежал чё-то их быстро пронесли я думал то что буду воевать с ними по мне даже начали стрелять с каргой я решил пострелять по ним в ответ патронов опять нет а есть позже я снова вернулся к базе которую рейдили и увидел как клан переносит ресурсы в какую-то кибитку делаем килом килом сон манки лимку джо это ехать кибитка для рейда это кибитка для рейда и какой там был замес просто не передать словами я умудрялся стабильно там что-нибудь подворовывать я не испугался на самом деле я бесстрашный рыцарь не знаю что происходило в этой кибитке но когда я зашел внутрь я просто был в ужасе столько типов я еще никогда в своей жизни не видел в кибитке 2 на 2 что-нибудь дайте лестницу это и все что тут будет пистол будет я до сих пор не понимаю что там происходило но то что я смог украсть хоть какое-то количество ресурсов меня уже радовало а еще больше меня радовал факт переезда наших соседей на пляж которые мешали нам выживать ладно в целом в целом я принес домой калаш поэтому я доволен пожарив нашем прекрасном уютном домике рыбку и полностью отхилившись я побежал в зиму реализовывать украденный калашик самому лучше это сейчас знаешь что я люблю я люблю на подлодке и рачи все с лодочной сделайте на подлодке всякие рачи ты это люблю это корабли лутать у нас была идея строить лодочную и на ее реализацию нам нужно было подформить немного скраба и камня пока эльбио фармил камушек я фармил акваменов после я отправился в лабораторию ведь там можно было налутать очень много скраба но в ней меня уже ждали два каких-то челика я сделал вид то что отсюда уплываю но заплыл самого дальнего входа где они меня точно бы не услышали бегать и искать второго типа по этим катакомбам было довольно опасно куда проще было спрыгнуть в воду и поискать его возле окон посмеялись теперь моя очередь смеяться а все компонентики которые я украл я привез домой и вернулся снова к лаборатории в которую пытались уже заплыть два пирата конечно они испугались аквамена и просто от меня уплыли и в этот момент я мог спокойно поформить лабу но по крайней мере монет оказалось на первый взгляд я бегал минут пять в этой лаборатории лутал ящики и ко мне постоянно кто-то пытался заплывать и после я сразу же отправился на маяк ведь там можно было безопасно переработать компоненты я второй верстак принес бам вот и все а после я поизучал все жизненно важные предметы такие как smg патроны хилки и все в роде и так мой первый день выживания подошел к концу когда я зашел на следующий день я просто был в ужасе вы посмотрите какие дома построились прям возле нас что за дом а еще эльбио рассказал как к нам присоединился его китайский друг по имени соло я целых полтора часа учу соло лутать корабли не стреляя по этим по акулам он все время от акул умирает кто тут живет он сказал что здесь построились мои друзья какие друзья у меня нет друзей на этом сервере блин ну я тебе больше скажу дом соседей это не мои друзья кто это такие вообще не знаешь их ники смотри если там мульти шкаф этот бахнут прям сейчас он дом будет этот мульти шкаф бить или можно пристройку сделать изначально эльбио подумал что этот домик миши но домик миши находился с другой стороны нашей базы и был он не таких больших размеров он про маленький домик говорил который справа и тогда эльбио предложил хорошую идею которую можно было реализовать в ближайшее время дайте я эти шкафы бахнут потому что когда ты начинаешь им мульти шкафы бить они все начинают ливать а еще нам пришлось отстроить НПЗшку ведь у нас было очень много нефти но не было топлива сюда НПЗ поставится вот правильно и это это ваш дом вот этот ваш еще раз спрашивают этот дом ваш да это не наш вон наш кибитка мы спрашивали ваш дом я говорю бахнут его как а вы молчите говорите вернее говорите наш короче окончательно убедившись что домик это не миши мы решили пробахать мультишкаф и заруинить их территорию ща мы им тут все застроим дай получит пить пипы на скале 320 320 а шкафчик мы им наглухо закатали стенками через некоторое время миша вернулся в игру и пригласил нас в свою большую команду а после я увидел то что на острове снова построились какие-то домики и мне стало интересно кто же там живет что это за дома тут построились это прикол какой-то я хотел домики на этом острове построить первым же делом я вернулся домой взял с собой лестнице ведь там была интересная территория на которую я мог спокойно залезть в печках ничего ценного я не обнаружил зато на крыше меня ждал приятный сюрприз что он на крыше надо сейчас его угонять ладно сейчас угоню я знаю что надо сделать если на крыше его посажу я сел на крышу к нашим соседям и начал обследовать этот домик тут открыто чё-то тут дверь а их правду ты смысла бахать нет там тип спит а а также я попросил эльбио построить коптерную чтобы я мог спокойно его засейвить после я рассказал эльбио где угнал коптер и что у наших соседей мягко говоря не очень застроен домик который мы могли спокойно бы пробахать ну чё бахать прям сейчас хочешь то есть сверху там одна дверь надо металл бах и может быть там открыто ну да и они за руине давай это бахнем быстренько второй шкаф и все и в конечном итоге у меня все-таки получилось уговорить эльбио бахнуть дверь которая находилась на крыше ведь за ней потенциально могли быть ящики она может куда-то вести в принципе но может и не вести никуда ты четыре взял или пять пять я вам кафтам на удачу вдруг как все открыто будет сари сарей шкаф мы уже даже успели порадоваться бахнули огромный дом за четыре сачельки но тут случилось то чего мы точно не ожидали а это наши стоп стоп это наши понял это китай это китайцы этого надо им застроить давай обратно заставим короче нельзя оказалось что это были китайские друзья соло и что мы бахнули своих я не знаю как такое получилось но эльбио был действительно раздосадован ну а кто знал что они здесь построиться китайцы китайцы это чистые китайцы их зарейдили вчера они решили здесь поселиться вот блин ну мне жалко так кто это построился здесь ха-ха-ха param своих друзей зарейдили просто за 400 челя не но слушай мы своих неплохо бахнули что мы рассчитали все до мелочей Не спешите расстраиваться Ведь домик моих восстановили И поставили туда свою гаражку А после я познакомился с нашими соседями Которые жили на острове К сожалению, уплыть оттуда у меня не получилось Потому что меня просто заплевали гарпунами Блин! В лабе сидел в этот момент какой-то жесткий клан И лутать его у нас совсем не получалось И тогда мы приняли решение полутать разбитые корабли Вы могли бы меня спросить А зачем мне эти ящики, когда я в лабе сидел несколько раз? Ответ прост С них выпадало много веревок А у нас не было ткани Наконец-то в нашем домике даже появилась лодка На которой я сразу же отправился на маяк Нам нужно было переработать компоненты на веревки А по пути туда Я увидел, как у наших соседей, где своровал коптер Плавились большие печки И это означало только одно У них можно было что-то украсть Так, надеюсь, никого не будет здесь Наконец, я добрался до переработчика И переработал все, что только у меня было А по приходу домой первым же делом я скрафтил лестницы Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо У меня было много ресурсов, чтобы просто сражаться с какими-то бомжами, поэтому я схватил все основное и убежал домой, и вернулся снова к этому замесу. Я долго сидел под этим домиком в надежде, что смогу его дипнуть, но выходить так никто и не собирался. Я побежал в сторону дома и наткнулся на двух типов, которые, очевидно, бежали с рыбацкой бухты, и в ящиках лут у нас рос не по дням, а по часам. Со временем я понял секретную тактику, как воевать с клановыми игроками, которые живут на острове. И называлась она «Хватай и убегай». И очередной раз, проплывая мимо их острова, я увидел, как с маленькой кибитки выходит залутанный типчик, в котором явно что-то было. Ой, скраб перевозили, да? Как оказалось после, я убил кланового игрока, который перевозил ресурсы слабы. И поверьте мне, они были этому очень недовольны. Они по-прежнему не знали, где я обитаю, поэтому бояться мне было точно нечего. Мужики, отвезите меня домой. Садись, садись. Поехали. Клан ВХЗ такой проступок так просто оставлять не собирался. Они подумали, что я живу на этом острове, и пришли сюда всей своей ордой фигачить всех жителей. А потом я подслушал разговор жителей острова. Появился я, значит, в своем старом домике. И знаете, что увидел? Я увидел это. Офигеть возле моего старого домика, что это такое? Ах, ты жук. Я думаю, вы уже должны были догадаться, чей это домик. Это домик клана ВХЗ. А тем временем Эльбио извинялся перед Соло, потому что он зарейдил его друзей. А после мы с Эльбио решили выгулять на шкоптер и поискать домики, в которых мы могли бы что-нибудь ёнькнуть. О! Давай, первый, наверное. Куда? Полетели дальше. Эльбио, пристегни ремни! Нет! Нет! Эльбио! Ха-ха-ха-ха! Пролетев огромное количество расстояния, ничего ценного я так найти и не смог. К сожалению, открытые печки люди практически перестали ставить. Но вы ж меня знаете, бросить поиски я не мог, поэтому я наведался к нашим соседям и увидел то, что у них плавят большие печки. А чтобы их залутать, коптер нам уже был не нужен. И вы не поверите, впервые за этот вайб Эльбио достал оружие. Вот на этом острове, короче, там четыре большие печки плавят, прямо сейчас. Я не очень-то умею через заборы прыгать. А, я тебе покажу, как там вообще легко. С первого раза запрыгнешь. Мою лазейку никто не зафиксил, поэтому перепрыгнуть туда не составило и труда. Пока Эльбио лутал печки, я прикрывал крышу, чтобы никто не вышел и нас не убил. Потом Эльбио попытался покинуть эту территорию, но к сожалению, сделать это у него не получилось. и он чудом смог залезть на эту территорию ведь ее прикрывали со всех сторон чтобы отсюда убежать мне нужно было как минимум расправиться с типом который прикрывал на крыше а после с помощью лестницы мы спокойненько отсюда смогли убежать на подводный сет тебя все у нас нет проблем больше с нефти а после я взял бензопилу и побежал фармить деревца ведь чтобы реализовать мою задумку его нужно было очень много я планировал помочь новичкам которые только заходят на этот сервер и отстроить небольшие домики которые я мог бы сдавать им в аренду конечно желающих помешать мне было довольно много но я все равно не сдавался и продолжал свое дело я понял что чтобы спокойно заниматься своими делами мне нужна была турель поэтому пришлось еще разок полутать лабораторию а потом когда я бежал в сторону рыбацкой деревни я наткнулся на чуваков с базуками и они явно что-то запланировали фигасе по моему там кого-то идут рейдить там 8 человек это были игроки из клана вхз и рейдить они собирались ребят на острове ведь они думали что там живу я потому что я их там очень часто убивал и на этом рейде очевидно я мог что-нибудь своровать плюс пулик вот это я понимаю я скинул топ-сет который я удачно и онкнул и вернулся снова на этот же замес что мы хотим сделать это четыре квадрата иди сюда иди сюда под воду плыви плыви ко мне и по пуле домой я много топ-сетов украл неплохо неплохо нормально хотя бы пулемет украли да уже неплохо после этого замеса в доме у нас появилось наконец-то много оружия а еще этот клан избавил нас от типов которые не давали мне построить домики наконец-то я накрафтил всю электрику и мог уже провести турельку ооо еще как будет достреливать в начале я построил домики которые стояли снизу но понял что для меня этот вариант не подходит и решил отстроить домики наверху вот это топ чтобы закончить мою постройку мне не хватило дерева я побежал снова фармить и меня убил бомжик который жил в этом месте маленьком домике и тут я решил их самую малость проучить я взял с собой сет терминатора сочельку и побежал возвращать мою бензопилу которая у меня была в единственном экземпляре я вас понял эльби ого со мной эльбом на патроны на патроны и свою драгоценную бензопилу мне все-таки удалось вернуть они меня убили когда я дерево пошел фармить типа пришлось попрощаться с домом ах да основной дом как вы видите у нас тоже немного улучшился и увеличился внутри появилось много ящиков пойду домики строить пока из дерева надо делать рядом с основным домиком на курьих ножках я строил еще один и выглядели они скажем так довольно неплохо и как вы видите не успел я их достроить как вдруг прибежали первые постояльцы еще четко хат отвечаю подожди подожди ну это не совсем отель это так домики домики в аренду ребятам буду строить что за что за камень или за дерево сейчас мы тогда кланом сюда заселимся окей каким кланом во сколько 12 человек вот это кстати побольше слышишь давай вот это давай мы бы сюда заселились честно говоря мне было неважно кто сюда заселится главное чтобы они платили вовремя мне ресурсами ну и тем более я хотел просто помочь бомжикам у которых все еще не было домика тем более с ними мы довольно весело проводили вместе время вперед армия я убил я сейчас сюда ящики печки поставлю ну для бомжа самая топик раз возле лабора на наше поселение постоянно кто-то нападал но справиться с нами у них не получалось убил и вы просто посмотрите сколько на этом острове появилось довольных бомжиков убили хорош четко четко ведь что может быть прекраснее на старте для бомжика чем домик в котором будут сразу печки первый верстак и несколько ящиков это у меня один вопрос у тебя какой камень как мы хата и пундаменты еще добавлять на допустим это все уже за ваши все капризы за ваши ресурсы как говорится и конечно я добавлял все больше и больше домиков и все они были уникальной формы на этом острове зародилась новая жизнь но на следующий день все было иначе следующий день у меня начался с того что я отправился за тканью потому что у нас ее совсем не было и по пути домой я увидел то что на острове снова появился какой-то большой дом подожди это аа 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 они стреляли по мне с крыши это означало одно что это были явно не наши друзья у них есть пушки а нифига себе 1 2 так это мои костные соседи получается любимые теперь они убивали абсолютно все кто приближался к домикам которые я строил для аренды он просто си он просто сидит на крыше этот тип и стреляет с томсона с глушителя привет я смотрю тут соседи хорошие слушайте ребят у меня есть идея у меня есть лестницы я вижу типов которые на крыше сидят мы можем их убить собрав небольшой отряд мы побежали к этому домику ведь у нас были лестницы и желание забрать у них оружие я убил его я понял с кем и воевать будем давайте свяжи мясо джип под ловом давайте иди ко мне и тут я здесь и сзади дома давайте в какой-то момент у меня даже практически получилось их дикнуть но меня все-таки убили толпой и в этот же момент я полностью увидел где у них находится шкаф у них три гаражки до лута всего впереди нас ждали только трудности на нашем острове опять поселились какие-то противники а у нас по-прежнему не было третьего верстака а лапку было залутать довольно тяжело из-за количества кланов которые ее постоянно защищали еще кто-то но это было и к лучшему ведь тратить время на бесконечное лутание мне не приходилось мне нужно было всего лишь заплыть и убить фармил тут я понимаю по формил мне кстати нормальный заход эльбео я двоих типов убил короче в лабе у меня фон инвентарь компонентов там сзади лодка 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 слева лодка слева ребята которые вчера еще заселились в этот домик съехали и построили себе новый поэтому я мог спокойно сдать в аренду другому бомжику спасибо и через время в лабе я начал использовать супер секретную тактику под названием джаггер сет подводные лутатели от такого были просто в шоке после всем жителям нашей деревни я раздал акваланги чтобы они могли спокойно занять лабу и лутать ее до потери пульса держи прямиком в лабе мы даже вызвали два аэрдропа и под фонг катались на субмарине и сказать честно все это выглядело довольно атмосферно тем более на наше аэрдропы даже в воде пришли какие-то челики по мне лежать стойте только не долутывайте до конца не долутывайте до конца только его все давайте вас сфоткаю вас на память я мальчина отвези меня вначале до дома потом это короче давайте за серой и потом вот этот дом вынесем который на воде видите большой и наконец-то в нашем доме появился третий верстак смотри альбео лук кадыз все крафтит сразу давай разка мне нужно фармить давай давай пойдем серу у нас по-прежнему не было и нафармить на нашем острове мы ее никак не могли поэтому нам пришлось отправиться в долгое и дальнее путешествие в зиму сразу на этом же месте мы строили небольшую кибитку чтобы складывать туда ресурсики и начался самый интересный контент плотный фарм ну и конечно куда же без клановых игроков которые пытались нас поймать не беги туда не беги слышу убегай убегая убил двоих там убегай нафиг убегаем ребят спустя где-то 30 минут у нас уже был ящик серы но у нас появилась внезапная проблема нашу кибитку кто-то высматривал улетая на коптере понимая что они скорее всего ищут подобные кибитки я решаю схватить всю серу которая у нас была чтобы перевести ее до дома несмотря на то что я практически умирал от холода они сейчас сюда прилетят на забери вот это все с меня я серу заберу и поплыву отсюда на ластах и я был прав когда я начал плывать я заметил как один из них прыгал по скале в которой находилась прямиком над нашим домиком они явно замышляли что-то не очень хорошее но они не знали что всю серу я уже оттуда увез блин я повез серу они на крыше блин я умру в воде а там братуха мне хилки нужны хилки хилки атом у тебя есть хилки скину плыви 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 все что мне есть с горем пополам мы все-таки умудрились доехать до дома и засейвить все что на фармили все самое важное мы донесли ты можешь пока печки заправить слышь я пойду металл еще привезу тем временем эти типы уже расширили свой дом максимально просто я уверен что скоро у них турели появятся да нет канет не проблема щас сделаем не трогать сэта что тогда я принес еще вам партию чтоб наплавить все остальное время я стоял дома и плавил серу но иногда ко мне прибегали жители моих домиков и просили помощи прямо сейчас перерабатываются я попробую убить тех калашистов может тогда есть смысл запрыгнуть к ним на территории там их убить дождаться а у них заборные смотри аккуратнее там один у них под водой плавается к балангам и с этим гордоном мы знали ники тех кто перерабатывался на маяке поэтому мы решили реализовать плен перехвата но тут вариант знаешь какой либо тут сидеть либо у них вон там на территории но надо тихо сидеть кантри справа не убил 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 а нифига бери 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 вот я скинул да уходим убил 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 там калаш валялся вы лутали калаш жесть мы только что 2000 скраба забрали а потом мы долго и упорно начали фармить дерево ведь чтобы наплавить ту серу которую мы принесли нужно было просто забить ящики хорошо что жители домиков тоже пытались нам помочь ну а также скраба нам хватило чтобы полностью изучить взрывчатку наконец как только мы докрафтили базуки и ракеты я созвал всех жителей собрав всех в своем домике и раздав всем базуки мы сделали пару фоточек и были уже готовы отправляться на рейд ха 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 смотри какая фотка топово хахаха каждый боец бессмертного легиона получал по 2 ракеты Поехали не умираем ребят умирать нельзя все поехали да умирать нельзя понял кто первый выходит все поехали за мной ребят все с ракетами поехали за мной короче в бой мы рейдим вон тот большой дом с отстрелочной поехали внутрь внутрь поехали разбивайте шкаф да запускай запускай ракета дайте ракету дайте ракету дайте ракету запустить все хорош победа на нам идут вкз ребят дефо им ся минус 1 1 полдет отходим ребят отходим к дому отходим к дому чизи чизи как давать нормально сражаемся я троих убил отходим к дому офигеть там грабсов бегают под их дому ахаха там тупо 50 человек прибежало вас просто пришли по фану рейдить а вы оскорбляете ну типа такое себе сказать честно в доме ресурсов у них было не так много как хотелось но нашей самой главной задачей было просто их выселить подхватываться что то что вы хотите зарядить и унес отсюда все пушки тут кроме пушек вообще ничего не было нам нечем было дефаться ну вот пришли с улицы вдвоем нас убили вы типа бы дефались ну а потом они решили провести экскурсию по своему домику вот этот клан оказался дружелюбными ребятами и поэтому застраивать их дом мы не стали тем более они пообещали что с крыши стрелять по нам больше не будут но это еще не все у нас остались еще несколько противников а также ребята которых мы зарейдили поделились нами хорошим вкусным чаем на фарм который сэкономил нам просто кучу времени а еще что больше мне понравилось так это то что после рейда они решили примкнуть к нам и помочь зачистить весь остров на фармив побольше серы нам снова пришлось пофармить дерево и очень много времени провести возле печек капец с чаем фармить такая просто прелесть радость в итоге в сумме у нас получилось более 50 ракет и этого точно должно было хватить чтобы выселить пару домиков держи да короче прицел есть очень пойдем также по очереди скину по 2 ракеты ко мне один подходе просто по очереди подходить не отойдите отойдите дальше все идем направо или нет не нам прямо и налево кидай сашку на забор на ворота на ворота кидай Постреляйте по ней, скалаша Команда у нас была настолько суровая, что пятеро из них взорвались друг об друга Отлично О, нормас, неплохо Мы взрывали абсолютно все, что находилось на нашем острове Ведь там в основном жили и какие-то рувкемперы, которые постоянно по нам стреляли Право-низ бахаем Окей, лево-лево бахайте, лево бахайте Левую стенку, левую стенку бахайте Без промахов, а то не хватит, блин Все домы, кстати говоря, были в онлайне и отбиваться они даже не пытались Они просто бегали и переносили весь лут по своим домикам Минус хата А после такой плотной и потной зачистки мы пошли отрываться в наш клуб под названием Папа Чизкейк Ну слушай, прикольно выглядит Это вы решили заморочиться и построить это? Абсолютно сделаем Да, да, да Сегодня будет норвеншки Казалось бы, играем на самом жестком сервере И в этот момент Эльбио и все бомжики этого сервера были поистине счастливы Себа, маааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа но самое главное вас ждет впереди я хочу я хочу попросить прощения за все свои прегрешения и уверовать в веру сырного монстра я прощаю твои грехи сына я тоже прощаюсь можно тоже попрощаться все прощай пока я хочу прощаться дмитрий тоже пончик пончик я тебя тоже прощаю а впереди вас ждет поистине трогательный и откровенный диалог между мной и любил я тебе скажу честно за свой контент и расплачиваешься за свои эти то что ты видосик то что работаешь над этим делом ты расплачиваешься это их не дело ты ничего с этим не поделаешь они будут тебя доканывать мы сколько с тобой играли два дня до с утра до вечера не получилось у тебя свои эти были минусы тебе было тяжело тебя все жесть было мешали именно тебе попадала именно мне мне нравится такой игрок как ты такой честный справедливый без мата ты вообще не ругаешься узнал вчера когда эти ты построил деревню школьников и школьники 24 на 7 орали здесь чизи и пизи я начал думать пизи они орут потом чизи игра сама понравилась было интересно встретимся в следующий раз как говорится тебе тоже огромное спасибо мы реально огромную работу вместе проделали это было круто сложную работу именно сложно но это было сложно это был самый сложный хотя я твой голос голос забуду уже на следующей войне может я плохо запоминаю класса но ничего страшного леви ладно все я думаю знаешь что ты запомнишь спасибо ничего говорит вот что ты запомнишь а для тех кто досмотрел до конца впереди вас ждет бонусный материал который я уверен поднимет вам настроение и заранее хотел бы вас попросить подписаться и поставить лайк до моей мечты осталось всего 40 тысяч подписчиков ты там писал а хочешь теперь правду скажу но не для твоей аудитории а вообще это был ужасный вайп конченый это просто ненавидишь и ненавижу этот вайп меня все доконали мне не давали фармить меня все убивали и все сука искали тебя все тебя ненавидят бля ты думаешь любят нет я ненавидят я просто готова убивать а вообще уже ужас ужас я ненавижу этот вайп я его просто ненавижу конченый вайп я про себя орал я про себя бесился просто это вот это вот вот эти бегали это просто неимоверно а ну тут двадцать четыре на семь на горе были и все его ловили с ним невозможно играть с ним невозможно играть это просто с ним играешь это все это будет победить меня это будет убийство всех тут да убей меня за все за все боли страдания убей меня за это я не убил уж если вы хотите увидеть продолжение с этим добрым старичком прожимайте лайк настолько мы точно выпустим вторую часть